С сентября вступает в силу закон, уже подписанный президентом. Теперь за антиобщественное поведение россиян будут ставить на учет и отправлять им на работу уведомления за то, что вели себя кое-как. То, что антиобщественным поведением нужно заняться срочно и жестко, понятно. Даже не вспоминаем скандал с сыном вице-президента Лукоилона на внедорожнике. Вот событие одной недели. В Иркутской области покупатель, недовольный ценами, разгромил витрину, забросал продавщицу кусками сала и ушел. В Питере водитель Роллс-Ройса решил, что правила не для него, пытался сдавить тех, кто мешал ему ездить по тротуару. Нечто похожее произошло на неделе и в Москве. Бывший советник вице-мэра столицы на общественных началах решил прокатиться по пешеходному Арбату, пытавшихся его остановить, в результате посчитал хулиганами и антисемитами. А ведь пора уже привыкнуть, все гадкое становится явным. Возмущенные граждане терпеть не собираются, и хамы теперь звезды Ютюба. Моя коллега Екатерина Кибальевича тоже решила вывести на чистую воду тех, кто не хочет себя нормально вести. Вспомнив давнее, родители не научили, чужие люди научат. На этой неделе в сети появился эффектный ролик под названием «Выпускной академии ФСБ». Есть и любительские съемки события. Ведь прохожие замерли и достали телефоны. Редко увидишь три десятка гелендвагенов сразу. Участники парада явно не пристегнуты, нарушают дорожную разметку. По закону, любой массовый автопробег должен организованно проходить по маршруту ГАИ. Но на роликах не видно машин сопровождения, и колонна явно едет по импровизации, смешивается с другими автомобилями. Пока одни наблюдатели подсчитывают стоимость кортежа, другие гадают, к чему такая демонстрация. Генерал-майор ФСБ Александр Михайлов назвал заезд выпускников «изменой родины». Ведь нарушена не только законная и профессиональная этика. Если на этих кадрах действительно курсанты ФСБ, то будущих разведчиков уже видели сотни тысяч пользователей интернета. Чёрные гелендвагены в Москве в последнее время часто становятся хитами интернета. А фраза «Вот он, зачем гелик нужен!» уже стала крылатой. Пошёл, красавчик, пошёл! Вот он, зачем гелик нужен! Это сын вице-президента Лукоила вместе с друзьями так убегал от патрульной машины. Пять часов за ними гонялись. Вот они депосы, вот они депосы. Ну как скажешь, что всё норм? Всё, всё не очень хорошо. А когда наконец поймали, то вдруг отпустили. Мальчики-мажоры так бы и катались дальше по Москве, но опьянённые безнаказанностью сами транслировали эту запись в интернет. Позже компанию всё-таки арестовали и осудили по уголовной статье. Они думают, что можно за деньги купить всё. И всех. Но ошибаются. Все эти истории с дорогими машинами и влиятельными владельцами, как под копирку. Сначала дело пытаются замять, но публичная огласка не позволяет. И на этой неделе снова автомобиль БМВ представительского класса нагло выехал на пешеходную улицу. Чувствую, что мне сзади что-то уперлось в ноги. Обернулся, и передо мной стоит машина. Прямо на пешеходной зоне, на старом Арбате. БМВ с красивыми номерами. Бумажки под стеклом были похожи на чиновничьи пропуска. А номера выглядели как служебные. Данную серию номеров АМР сейчас можно купить в интернете абсолютно законно. Приблизительно такой номер, как мы посмотрели недавно, стоит около трёх миллионов рублей. Плюс-минус. Никакой привилегии он не даёт. Нет, я посмотрю, что происходит. Ребята, вы что делаете-то? Простите, пожалуйста, вы, может быть, всё-таки представитесь, почему мы должны вам уступать дорогу. Андрей случайно стал свидетелем происшествия. Вот он тоже на любительской съёмке. Рядом водитель БМВ и помощник владельца машины. Андрею сначала казалось, что они какие-то госслужащие. Мы услышали крик. Разойдите все, это моя машина. И к нам подбежал человек. Как позже выяснилось, это Ираст Матаев. Владелец БМВ, бизнесмен, бывший советник московского чиновника. Его водитель, оказывается, давно лишён прав, но не работает. Ираст Матаев прямо на глазах у толпы ударил девушку Евгению Храпову и разбил мобильный телефон, которым она снимала происходящее. На этих кадрах слышно, что за девушку заступились прохожие, но мало что видно. Поэтому бизнесмен Матаев заявил, что сам стал жертвой нападения. Зачем девушку били? Расскажите, пожалуйста, зачем телефон разбивать? Значит, я женщин не бью. Я женщин люблю. Это ложь, клевета и навет. Это запланированная акция. Если я избивал женщин, пусть докажут. Я отмахивался от нападок. На меня напало 8 человек. Они били машину и выкрикивали слово «ЖИТ!» Евреи! Мало вас убивали, Гитлер! Эраст Матаев так врал в среду, потому что не знал, что к пятнице видео из разбитого телефона восстановят. И вот как выглядела на самом деле та же сцена. Машину никто не бил и тем более не кричал про Гитлера. А владелец БМВ напал на девушку со спины. Человек, разбив телефон, развернулся ко мне и со всей силы ударил меня ногой по пояснице. Я по инерции пролетела примерно 2-3 шага. На этих 2-3 шагах человек догнал меня, схватил за волосы и, собственно, несколько раз подряс меня из стороны в сторону. Развязка предсказуема. Бизнесмен предложил пострадавшей 10 тысяч долларов. Но Евгения отказалась и решила давать показания в суде, как и другие свидетели. Это хамство, это чувство безнаказанности. Мы слышали в наш адрес, что мы никто и, собственно, ничего не будет. Уйти от наказания тут вряд ли удастся. В МВД оперативно заведено уголовное дело по нескольким статьям. Впрочем, никто не отрицает, что в случае наглой езды и дорожного хамства в России результат частого бездействия правоохранительных органов. Поскольку полиция не хочет работать по таким бип-нарушителям в регионах, мы фиксируем уже саму полицию, как они не работают, и отдаем уже в УСБ, либо в выстоящее руководство. Хамство и чувство безнаказанности – неразделимые явления. Может, потому диалоги владельцев дорогих автомобилей с гражданами так похожи? Есть и другие психологические причины хамства, причем свойственны не только самым богатым и влиятельным. Когда я иду по улице, у меня ощущение, что жители Москвы вполне милые, миролюбивые люди. Когда садишься в машину, то какое-то количество людей, которые ведут себя безобразно, возрастает. Здесь он в таком коконе, вот это ощущение танка, защиты, оно присутствует и позволяет себя вести более нагло, чем обычно. Эраст Матаев оказался в центре общественного гнева. Но таких, как он, ведь множество. Вот тротуар в Санкт-Петербурге. А вот опять ползет большой черный автомобиль. Я тебе говорю просто любовь, что ты хоть на камеру снимаешь. Что делаете? Вы что делаете? Я убираю. Мужчина, вы что делаете? Это тротуар. Владелец Роллс-Ройса сдает назад. Испугался, конечно, не велосипеда. Камера – это сейчас главное оружие против дорожного хамства. Самый яркий пример свинства и хамства на дорогах – это на вылетных магистралях в выходные дни, когда люди едут на дачу. Это так называемые обочечники, которые едут по обочине, заставляют глотать пыль всех остальных и потом создают пробки, когда пытаются вклиниться обратно в ряд. Их не пускают. Потому что если в Москве уже поставили камеры, которые следят за обочинами, то в Подмосковье таких камер нет. Камеры есть не на всех дорогах, но регистратор почти в каждом автомобиле. И тем более мотоцикле. Ведь чем-то меньше, тем чаще тебя подрезают. Впрочем, иногда камеры оборачиваются и против самих владельцев. Как в том случае с «Золотой молодежью» на «Черном Геленвагне», где в кадре отчетливо видно лицо гонщика. Абдувахов Маджидов получил 15 суток ареста и 200 часов исправительных работ. Уборка территории Щербинки, покраска детских площадок. И с 7 до 11 он без перерыва на обед работает. В этот раз Абдувахову выпало чистить городской фонтан. Правда, сам он про это не хочет рассказывать. Заворачивайся. Я говорю вам. А вы стесняетесь? Я не стесняюсь. Я не стесняюсь. Причем тут это? Вы когда ездили, вы же не стеснялись сниматься и выкладывать это в интернет? Молодого человека можно понять. Парень безработный на суде сказал, что ничем особо не занимается. И чистка труб в фонтане – его первый в жизни трудовой опыт. Возможно, более волнительный, чем гонки по московским тротуарам. Екатерина Кибач, Ирина Близнюк, Артем Тихонов и Александр Гусев. Воскресное время.